Вот Евгений купил модель мобильной бани МБ-10 и сейчас мы спросим у него отзыв. Да, ну что можно сказать, только положительные моменты, значит, мы ощутили со знакомыми, с друзьями, да, значит, мы эту баню купили на четверых, да, потому что она для одного дорого, а во-вторых, все равно один не будешь париться, соответственно, все равно париться с знакомыми, друзьями, да, вот взяли на четверых, да, получилось очень недорого, там, примерно по 6 тысяч рублей, вот, то есть это совсем сейчас... Со всеми опциями, да. Да, это совсем, естественно, со всем комплектом, вот, да, и, значит, несомненное преимущество то, что, значит, мы выезжаем в любые абсолютно места, в любые, вот, то есть в Подмосковье, в соседние области, да, то есть на шикарные озера, красивейшие места, да, то есть ставим прямо на берегу, в 5-6 метрах от воды, не дальше, вот. Значит, соответственно, огромный плюс это то, что можно также зимой купаться, наслаждаться водой, природой, да, то есть что, собственно, мы и сделали вот на крещение, на предыдущие праздники, да. Значит, мы там были на этом озере 3 дня, вот 3 дня мы были, температура ночью доходила до минус 27, ночью, конечно, мы, хотя нет, ребята парились ночью, вот, я парился только днем, но днем температура была около минус 20 градусов, да, то есть, как мне кажется, в отличие, могу сравнить с баней, соответственно, алтайского производства, да, то есть, которая без камней, вот, можно сказать, что пар здесь, в печке с камнями, он богаче, он как-то более насыщенный, что ли, вот, по моему личному ощущению, вот, соответственно, нагревается, естественно, очень актуально при большом морозе, при сильном, вот, когда минус 20, это очень важно, что пар, конечно, был такой очень мощный, вот, и, собственно, вот, что при нуле градусов, что при минус 20, эффект один и тот же, ты ныряешь совершенно спокойно в прорубь, плаваешь, отдыхаешь, наслаждаешься природой, даже наоборот, при минус 20 контраст, да, конечно, да, ты ощущаешь, потому что тут вода, естественно, всегда плюс 4, там она, вот, в общем, довольник все крайне, вот, ну, я в первую очередь, да, потому что я это все организовал, вот, и теперь, теперь в дальнейшем, где-то раз в 3 недели мы планируем точно такие выезды постоянно на природу, вот, естественно, это и для здоровья полезно, это и шикарный отдых, то есть, то есть до этого я себе представить не мог, чтобы я зимой полезу в воду, значит, буду пилить прорубь, сейчас это просто вот, идея настолько захватила, но это действительно так, то есть, ну, вообще палатка мобилы МП-10 красивая, да, вообще очень хочется отметить цвет сотового камуфляжа, вот, новая расцветка как раз, вот, да, мы все думали между моделью МП-5, она чуть подешевле была со скидкой, но решили не экономить, во-первых, сотовый камуфляж, расцветка очень красивая, вот, во-вторых, каркас состоит из меньшего количества элементов, что очень важно, да, нам понравилось то, что буквально мы собрали, ну, это при том, что мы собирали на морозе, на сильном морозе, мы вдвоем собрали за 10 минут ее полностью, да, вот, ну, один, там, минут 15-20, допустим, но это не принципиально, вот, да, очень красивая расцветка новая, вот, опять-таки, еще раз хочется подчеркнуть, что дверь, герметичная дверь, вот, что, соответственно, в других банях я не наблюдал мобильных, собственно, она одна, вот, была до этого, здесь герметичная дверь нигде не поддувает, что очень важно, вот, особенно зимой, вот. Как печка пошла, нормально? Да, значит, печка, да, печку смонтировали, все вот как поставили, все как по инструкции, значит, у нас не было топливных брикетов, что, собственно, ну, хотелось бы, но вот не взяли в тот раз, да, значит, были сухие дрова, правда, сухие надо отметить, сосновые дрова были, вот, очень быстро нагревается, буквально вот затопили, полную закладку сделали, печку, вот, и буквально минут, наверное, 15-20, все, можно заходить. Уже пол идет, да? Да, подавать, да, значит, в бак залили полный бак, да, 13-литров воды залили из озера, да. Естественно, ледяной. Да, естественно, ледяной при этом, да, все, вода уже горячая, практически кипит после этого, после 20 минут, все, можно заходить, отдыхать, париться. Ну, в общем, вещи рекомендуешь, да? Да, я рекомендую, до этого, до этого, я не думал, если честно, что вот, там, мои знакомые говорили, вот, мы из банка отдыхаем, ну, как-то вот, ну, а вот когда сам попробовал, ну, просто, то есть, можно сказать, что я сейчас вот в своем велоклубе, да, в караван-велоклуб, да, я представляю, скорее всего, да даже, наверное, на 100%, откроется новое направление, караван-баня будет называться. То есть, оно будет, что подразумевать? Регулярные выезды на природу именно с мобильной баней, да? Вот, то есть, ну, чаще всего, конечно, мы будем это делать в осенне-весенне-зимний сезон, не в летний, потому что в летний сезон вода и так теплая, ну, как бы, контраст не так очевиден. А вот, когда уже купаться прохладно, то мобильная баня, это просто, это просто супер. И, к тому же, к тому же, вот, в осенне-весенний период, да, особенно зим, наблюдается какой-то спад, активность туристическая, ну, как бы, холодная, чего ехать, там, вроде как. Народу поменьше. Да, народу мало, кстати, туристические стоянки, очень, сказать, почти все свободны. То есть, что летом занято, сейчас будет свободно. И это очень ценно. Вот, и, соответственно, вот мы с мобильной баней будем выезжать вот таким образом, да, вот, думаю, что раз в три недели точно, если не раз в две недели. Это здорово, вот это классно. Вот, так что вот, новое направление у нас в Велоклубе рождается вот так вот, да. Спасибо. Благодаря мобильной бане. Да.